Спасибо. Сейчас вот мы, девушка там сзади. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, наверное, без преувеличения можно сказать, что тень Сирии нависала над нынешним саммитом ГОСКИ. В то время как по вопросам сугубо экономической повестки дня удалось лидерам найти взаимоприемлемое решение, в вопросе, что делать дальше с Сирией, как нам стало известно, мнения разделились примерно поровну. В связи с этим хочется спросить, насколько повлияли и могут ли повлиять в дальнейшем разногласия политические на принятие экономических решений, и что ждёт в дальнейшем отношения России и Запада? Вы знаете, всё, что связано с событиями на Ближнем Востоке, самым серьёзным образом отражается на мировой экономике, потому что это регион, снабжающий всю мировую экономику, во всяком случае, значительную её часть энергоресурсами. Мы знаем, как только там происходят какие-то столкновения и катаклизмы, сразу растут цены на энергоносители. А что это значит? Это значит, что эти цены подавляют развитие мировой экономики. В такое тяжёлое в целом для мировой экономики время дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке контрпродуктивно. Это как минимум, я скажу это очень дипломатично. Мы действительно вчера весь вечер посвятили практически обсуждению проблемы Сирии, и вопросам, которые вокруг этого возникают, достаточно долго разговаривали, закончили только в час ночи по Москве, а потом у меня ещё с господином Кэмерон до полтретьего была двухсторонняя встреча. Вы сказали, что голоса разделились 50 на 50, но не совсем так. Я могу вам сказать, кто же выступал за военные действия. Это известно, в США, Турция, Канада, Саудовская Аравия, Франция. Господин Кэмерон выступал тоже за это, но, как мы знаем, парламент страны, выражая волю народа Великобритании, высказался против. Очень осторожно ведёт себя и канцлер Федеративной Республики. Германия не собирается принимать участие ни в каких военных действиях. Кто же был категорически против? Россия, Китайская Народная Республика, Индия, Индонезия, обращаю ваше внимание, самая крупная мусульманская страна мира по населению – Аргентина, Бразилия, Южноафриканская Республика, Италия. И высказался против боевых действий также генеральный секретарь Организации Объединённых Наций. Но и давайте не будем забывать о послании понтифика, о послании Папа Римского, который прямо заявил о недопустимости начала новой волны боевых действий. Я назвал вам страны, руководство которых выступает за расширение конфликта в этой стране, за нанесение ударов извне. Но я вас уверяю, и об этом говорят последние социологические исследования, в самих этих странах подавляющее большинство населения на нашей стране, они против расширения военных действий. Посмотрите, о чём говорят исследования социологические. И в европейских странах, да и в Штатах. Там от 60 до 70 процентов населения против боевых действий. Ну и, наконец, самое главное. Я уже говорил, давал оценки, чтобы не возвращаться к этому. Я исхожу из того, что всё, что случилось с так называемым применением химического оружия, это провокация со стороны боевиков, которые рассчитывают на помощь со стороны, на помощь тех стран, которые их изначально поддерживали. В этом весь смысл этой провокации. Вот это одна часть. А вторая, напомню, что применение силы в отношении суверенного государства возможно исключительно в случае, если это делается в порядке самообороны, а на Соединённые Штаты, как известно, Сирия не нападает. И, во-вторых, по решению Совета безопасности Организаций Объединённых Наций. Как сказала вчера одна из участниц нашей дискуссии, те, кто действует иначе, сами ставят себя вне закона.